Ночь Я вдали вижу гниду, которого нет Где легко найти страннику приют Где наверняка помнят и ждут День за днем то теряя, то путая след Я иду за гнидой, которого нет Пацаны и пацанесы, родные, всем доброго привет Сегодня у нас с вами true crime И новый автор Маруся Черничкина, о которой вы мне писали не раз и не два и даже не 759 А много, много, много раз предлагали, так что давайте попробуем посмотреть Маруся Черничкина, если вдруг против реакции, если вдруг наткнулась и против, просто напиши, удалю, не вопрос Поехали, давай смотреть Так, ну это наша старая, добрая, любимая Япония, ребята Конечно, куда ж без нее Оу Взломав ее аккаунт, полиция нашла переписку сомнительного содержания с пактом о групповом сообществе с неизвестным мужчиной Скажи Даже минута не прошла уже на нас просто попал на всякого гартна Пожалуйста, перед просмотром видео, включите випеной, это очень поможет каналу, спасибо Ну, врумбие, если не лень Ссылочка на ригнал внизу, если что Привет интернет, меня зовут Марусей Черничкина Здоровø и рад приветствовать вас на своем канале на канале на котором я рассказываю вам детективные истории хочу сказать шикарная картина кота кстати говоря это по моему то которую сам раскрашиваешь по номерам вот это вот я видел такую большое спасибо что вы меня смотрите сейчас очень много не сушен true crime каналов на ютюбе и мне правда очень приятно что вы можете смотреть кого угодно но почему-то выбирайте меня сегодня я расскажу вам историю убийцы из твиттера все знали это к хироси как веселого вежливого молодого человека за хороший был пацан вроде соседи друзья родные были шокированы тем что молодой человек творил за закрытыми дверями как вы наверное поняли из тизера который был перед тем как я с вами поздоровалась в этом видео мы будем с вами много говорить про с и если эта тема для вас слишком и в этом ролике я буду много его цензурить судя по всему до триггерная то я бы наверное не рекомендовала вам смотреть это видео обращайтесь ко мне на следующей неделе я уверена что найду чем у вас пора фига да не нормально нормально что-то выгоняешь ты нормально вообще нормально же сидели ну че ты обычно кажется что с улучшением технологий поймать убийцу или даже предотвратить его преступные намерения становится все проще и проще но к сожалению это ощущение порой бывает обманчивым маньяки до сих пор находят способы совершить задуманное и даже ухитряются обернуть технологии в свою пользу врачи у медали есть и обратная сторона и технологии во многом упрощают нашу жизнь технологии правда развиваются такими семимильными шагами очень как будто бы подводка к интеграции сейчас происходит но это же не она да что порой общество не успевает за этими технологиями и в обществе так и живут какие-то стереотипы глупые на мой взгляд например что девушкам не место войти людям которые придерживаются так это должна быть интеграция подожди дугой только как вообще прям уже меня все звонки все красные флажки все триггеры таких взглядов очень хочется например сказать что а вот вы знали что двоичный код на самом деле придумала женщина по имени ада лавлейс именно она написала первую программу и вела ключевые понятия программирования ладно цикл и рабочая ячейка и вообще женщины на самом деле очень востребованность веряйте особенно благодаря своей внимательности и усидчивости которые очень пригодятся если например вы хотите работать тестировщиком и если вы вдруг задумывались о получении но все звоночки все красные флажки останавливаю убираю интеграцию ребят так поехали заставочка черничкина вот так и дополняю своим саундтреком полики мы снова отправимся в страну восходящего солнца так как только не очистки признанной одной исторически признанная страна где постоянно происходит какая-то умиротворенных стран в мире времена меняются описание жестокий умиротворенных от слова умер преступлений совершенных в этой прекрасной стране шокирует еще больше я в японию сгонял ребята даже вот когда выпуск про каннибала смотрели если честно я штантаж там тоже говорил да я взгонял в японию но не нет самое вы как как чисто туристик там этот посмотреть потому что это вот знаешь это как попасть какую-то реально немножко параллельную вселенную как будто попасть немножко в иной мир где вообще абсолютно отличное от того что мы привыкли во всем единственное единственный вопрос такой насколько они там знают типа например английский то есть если ты вот я думал если допустим поехать в корею то в корее насколько я знаю люди не то что прям супер шарит за английский по крайней мере вроде как большинство не знает английского и как вообще понимать что там написано этими иероглифами то есть это по сути ты должен брать телефон какую-то программку видимо скачать да и постоянно вот так вот все фотографировать для себя переводить если тебе нужно что-то сказать что спросить постоянно говорить включать телефон то есть в японии это также или в японии как-то больше люди за английский шарит шокирует то что совершают эти преступления не матерые убийцы и даже не секретная японская мафия зверски 6 это это было сейчас секретная японская мафия видали тигра на фоне у него серьезно выглядит и убийства творят молодые люди выходцы из среднего класса без судимости так случилось и в этот раз и мы на примере убийцы из twitter и попробуем проследить что влечет за собой такие плачевные последствия какие социальные и культурные особенности японии становятся первопричиной этого явления в октябре 2017 года полиция расследовала исчезновение 23-летней девушки аика тамура в один день она просто испарилась и семья аика была очень обеспокоена детективы быстро обнаружили тревожные сообщения в ее социальных сетях например в твиттере было несколько постов такого содержания я хочу покончить пой ищу человека который согласен со мной сделать эти сообщения конечно очень напугали кошмар у брата аика получилось войти в ее twitter аккаунт и там он обнаружил очень сомнительную переписку с неким пользователем в твиттере с ником собака и не про переводе с английского это можно перевести как спец по повышению это был закрытый аккаунт с анимешной аватаркой где был изображен опять это чертова ним опять аниме ребята пришел это творит то болеть кстати к слову смотрим истребителя демонов клинок рассекающий демон на стримцах если хочешь пропускать зайди в telegram ну я просто к слову я просто слова ребята но это отечественного аниме прошлый прошлый true crime вы выпуск который мы смотрели он был тоже про ним ну да там тоже аниме фигурировал да там фигурировал аниме там не в центре внимания не мышка была и у меня даже больше того скажу есть выпуск записанный вообще вот прям конкретно про аниме и true crime прям конкретно про аниме true crime поэтому если хочешь чтобы он вышел когда нибудь побыстрее я его из честно давно уже отснял но так и не смонтировал так и не добрался то ты знаешь что делать там покажи что тебе это вообще интересно но чертова аниме снова она он парень с порезами на запястьях следом от петли на шее и пластырем на щеке этот пользователь постил очень много процент и большое количество постов было в твиттурах нет правил что таких ребят как бы немножко банят нет такого не было в контексте повеситься не сложно ты сам не справляешься я могу тебе помочь от добряк казалось что этот аккаунт достаточно известен в узких кругах и один из знакомых в сети брата пропавшей девушки узнал этот ник тогда брат попросил своего знакомого списаться с этим пользователем и попросить его встречу сделать это со своего аккаунта он не мог потому что аккаунт hanging про был закрыт ну а с аккаунта сестры писать было просто опасно потому что если этот пользователь валюзительно замешан в исчезновении аика то был большой шанс просто спугнуть при снова до речи состоялась на нее кроме владельца того крипового twitter аккаунта и знакомого брата пропавшей пришла полиция которая проследила за неизвестным в бегаю здрасте хоть до квартиры детективы постучали в дверь и приступили к обыску очень быстро они обнаружили белую сумку принадлежащую пропавшей девушке тогда полицейские прямо спросили где аика неизвестный ухмыльнулся и ответил холодильнике в японских медиа эту маленькую квартирку с необычайно большим количеством морозильных камер на квадратный метр окрестили домом ужасов атака хиро сироиси которого все знали как веселого и доброго каждую серьезно вежливого человека как вы догадываетесь прозвали убийцы из твиттера соседи были шокированы тем какие ужасы тока хиро творил за закрытыми дверями так ну край караоке пауза не будет она была в начале получается нельзя 2 караоке паузы спрашивает и задается вопросом что такое караоке пауза ну ты можешь зайти в плейлистик в принципе посмотреть все трукраймовые выпуски которые здесь были с самого начала тогда поймешь это такая такая такой способ наш способ когда начинается самая дичь и жесть она часто начинается в трукраймовых выпуск немножко отвлечься но у нас уже было в начале сейчас уже нельзя все ну два раза нельзя не бывает прямо у них под боком но давайте обо всем по порядку токахиро сироиси родился 9 октября 1990 года в городе дзама я честно думал что он по приколу сказал про холодильник ну то есть типа такой проверить в холодильнике а мы проверим такие большой японский город тригород токио по типу матищи и москвы имена родителей такахиро неизвестны знаю только что они поженились 1989 через год у них родился первенец а еще через два младшая дочь мальчик был здоровый мать его обожала отец работал в автомастерской колюша помимо ремонта предоставляла услуги тюнинга авто матч школе такахиро не то чтобы был отличником но он был весьма старательным учеником не пропускал ни одного занятия тихий и симпатичный мальчик очень вежливый увлекался спортом состоял футбольной и бейсбольной команде в школе одноклассники его не травили не обижали из странности которые я обнаружила в ходе подготовки разве что он играл в собачий кайф вместе со шестниками собачий кайф эта штука кстати довольно популярная в 90 что у нас в россии когда ты типа с друзьями себя немножечко придушиваешь и типа ловишь кайф темы это среди кого 90-х это было популярной чуть не понял сомнительные я согласна но учитывая что мы с вами уже разбирали огромное количество дел всяких маньяков убийц которые как-то просто для прикола резали например своих домашних животных это кажется уже ну не настолько странным что ли в конце концов я бы их вообще не сравнивал если честно эти вещи все одно говно то другое в 90-х начале тысячных мне кажется во всех лагерях этим делом страдали я надеюсь что сейчас не выглядит так что это я просто да 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 именно так и выглядят такие но у всех же было да ну все себя душили ребят ну все всем лет ну все же было да ну там резали популярный повсеместно и это же ну я просто как бы у нет рука им интересен в целом да просто просто тема интересно понимаете но всех же было да когда я готовилась я очень скрупулезно пыталась понять что же в детстве произошло такое что его прям надломила блин я не могу перестать смотреть на этого катается шикарная картина и ганнибал лектор такой здрасте а я что для вас шутка на потому что пока что все выглядит слишком нормально и я действительно нормально кое-что подростковом возрасте токахиро стал гораздо больше времени проводить наедине его жирала изнутри чувство что он никуда не вписывается он перестал выходить из своей комнаты разве что поесть хотел даже уйти из школы стал прогуливать но родители убедились в том что он в школу ходит достаточно часто чтобы ее закончить единственное что он продолжал делать достаточно часто чтобы закончить прикольная формулировка он занимался спортом старшей школе он состоял в команде по легкой атлетике и дзюдо это только потому что считал что физическая культура очень важно он перестал общаться со сверстниками с учителями даже с семьей разделил все на необходимую коммуникацию и излишнюю коммуникацию много играл в компьютер малого любого соприкосновения с реальностью ну пока что я опять же но это не прям супер признаки гниды что он вот париж просто мразь монстр какой-то нет такого ну то есть в принципе это это может быть и это может быть нормально и что очень возмущало родителей не убирался в своей комнате жизни ну вот теперь уже все понятно и все повесить на мой взрослые заходили до того что отключали свет ему в комнате лишь бы он встал из-за компьютера и убрал свой бардак токахиро реагировал на это очень остро я бы даже сказала агрессивно иногда в приступах гнева он мог начать сильно злиться и например бардак тоже может быть разным на самом деле есть разный уровень бардака скажем так ну и в принципе может быть разные отношения вот у меня какая-то такая привычка что вот у меня может копиться этот как-то мусор да а в какой-то момент и просто собираю все почистил помыл там все такое уборочку так ведь провел то есть но это не у меня нет такого что вот чуть-чуть накопилось и все я убрал сразу вот только сейчас положил фантик все я сразу его убрал выбрасываю на улицу то есть у меня есть вот этот накопительная история она когда он окопится все тогда уже берем мешок санты деда мороза и поехали выбрасывать мусор то есть вот такой и это же тоже у всех по-разному бывает нет нет как бы правильного нет нет такого что вот блин у тебя вот футболка на полу валяется ну что она у тебя валяется но убери ты ее вот если она будет валяться не знаю там уже слишком долго и она будет там не одна и это уже будет перебор какая-то грань если сам человек не понимает эту грань вот тогда да типа есть смысл показать что указать что ну вот как бы ну ты я все понимаю конечно но когда нибудь то надо нужно это сделать возьми и выкинь вот так а так что просто что не знаю что-то валяется это что-то не убираю что-то не уберу убери мне кажется это таки да вы на пустом месте если честно ничего полезного за собой не несущие как бы прививать чистоту культуру вот это вот гигиены и прочего это важно но как будто бы ну вот не так это так работать не будет если внутри человек вот такой что он как бы готов выбираться постоянно он-то будет делать если нет то он не будет делать сколько-то ему не говорит пример пробить дыру в стене напряжение дома росло мальчик трижды сбегал из дома и причина такой резкой перемены скорее всего кроется в особенностях японской образовательной системы спорим вы не ожидали что причина будет в этом японии честно ничего я уже я уже всему как бы так сказать все могу ожидать и эта ступень образования для привилегированных членов общества и чтобы туда просто попытаться поступить дети должны усердно учиться всю свою школьную жизнь если вы сейчас подумали да ну в россии также то спешу вас разуверить даже если японские детишки проходят отбор их тестируют на такие показатели как самодисциплина стремление воля в трехлетнем возрасте вы можете себе представить результатом становится перманентный стресс самого нежного возраста дети живут под прессингом быть почти идеальными же еще называется duty of excellence долг быть совершенным скорее всего что не идеально еще в детдом сдать хиро случилось достаточно частое в история он бежал из-за навязанных высоких стандартов и постоянного прессинга бежал от реальности с помощью изоляции от сверстников и видеоигр и его родители делали наверное то что думали будет лучше всего для него например ограничивали в этих самых компьютерных играх но это все больше толкала подростка к изоляции и растущим проблемам с гневом сейчас хочу сделать небольшую пометку если вам вдруг кажется что я сейчас оправдываю убийцу или защищаю его то вам кажется я не говорю так я всего лишь хотела вам рассказать про такую серьезную проблему мне мне не кажется так так не показал они конце концов огромное количество ребят растут в такой же системе куда почему то не идут убивать после школы не было важно докопали не уйдут и просто понимаете как бы мы уже это обсуждали много раз опять же вот то все все что она назвала все вот это это не какие-то супер признаки гниды отца до первопричины его слома другое дело что любая вот такая история может быть может триггернуть что-то внутри если вот это вот а ну то есть какая-то присутствует да то есть не мы конечно слышали и смотрели истории где вообще дичь была и там прям действительно не то с чем каждый сталкивается снова богу и это может довести это прям очень большое давление на психику травмы все такое просто потому что мне всегда это важно в историях которые я вам рассказываю ну а еще на мой взгляд проблема с высоким процентом самоубийств в японии тоже отчасти связан вот именно с этими недостатками японской образовательной системы напряжение в семье токахиро росло родители развелись мамы сестрой уехали парень принял решение да у нас конечно нет такого что типа самого детства быть совершенным идеальным такого нет но все равно и будет плюс минус то есть плюс если у японцев у всех это есть то они же не все превращаются в гнидки правильно сказала маруся черничкину ну то есть типа это не гарантия это это не супер гарантированный признак того что ну все ну пизда ну тогда бы вся япония была в этих гнидах остаться с отцом родители настояли чтобы он устроился на работу с частичной занятостью чтобы учиться ответственности вылезти из-за компьютера и проводить больше времени в социуме а тут молодой человек снова споткнулся об особенности образовательной системы своей страны японии после окончания школы тебя рекомендуют места работы и сироиси не рекомендовали никуда из-за плохой успеваемости нелюдимости и прогулов и подростку пришлось начать целую вереницу мы тебя рекомендуем никуда пошел на и компания называется о-о-о иди в пизду с низкой квалификации это были сначала супермаркет затем фабрика по производству продуктов питания а затем игровые автоматы потинку потинка это такой игровой автомат что-то между денежного игрового автоматой и вертикального пейнбола и такие автоматы необычайно популярны в японии из-за того что там запрещены любые казино только представьте 15 миллионов японцев регулярно посещают около 16 тысяч залов потинка они даже то вышел регулярно это типу раз в месяц к каждый месяц или когда ребята насколько какая регулярность по этой тематике снимают токахира попал в безвыходную ситуацию ни на какую нормальную работу устроиться он не мог были на это у нее на глазах пирсинг и где понять не могу или что это такое как чуть-чуть и такой люди такой ребяти эти такой ты жесткий пирсинг в глаза и ни на какую нормальную зарплату можно было тоже не рассчитывать дома обстановка сложная поговорить и поделиться своими проблемами не с кем и молодого человека начинают посещать мысли и большое количество своего свободного времени он начинает проводить на тематических форумах там он общался с людьми которые также считали что это единственный выход а еще токахира начинает проводить большое количество времени в криминальных районах токио например как учиться форму такие вы чуть-чуть форум такой тематический не хоть вся тематика чисто фан-клуб фандом и что это за клуб в смысле и это совсем другой токио а что на этих форумах они собираются такие как бы хотелось это сделать а тебе . да хочется и просто едят и переписываются на эту тему или что лишенный всякой сдержанности переливающиеся неоном сияющие вывесками баров хост-клубов лав-отелей здесь предложат любое развлечение из категории 18 плюс разрешенное японским законом ну и почти разрешенное это к хиро устраивается работать рекрутером одного из ночных но достойным в этой профессии было одно название на деле такахира заманивал молодых девушек в клубы в которых они затем занимались простит часто для этих целей он использовал twitter там он учился манипулировать женщинами узнавал их слабые места чтобы затем использовать в своих мерзких целях если в школе это к хиро производил впечатление тихого и вежливого мальчика то теперь он предстал совсем другим амбициозным опасным и способным на придать и кадра букетё его знали в лицо даже распространяли листовки с его фотографии среди молодых девушек с подписью не разговаривай с ним и тем не менее у сироиси в тот момент даже девушка была она рассказывала потом что он был с ней очень нежным желатным но отмечала его странную увлеченность смертью и сыном и рассказывала что он также предлагал ей вместе уйти из жизни ну так чисто ну обычное предложение да ну как бы не вообще ничего нормально как на это отреагировал так и не не давай не сегодня так погоди нравится тут реакции а на бусте их еще больше там и аниме и фнаф и сериалы и мультики в общем еще много эксклюзивного контента от восьмеркина а ссылочка конечно же внизу в описании самоинтеграция на этом все счастья радости удачи жизнь токахира резко меняется феврале 2017 года сироиси арестовали за пренебрежение условиями программы по поиску работы для тех кто по каким-то причинам эту работу не может найти не совсем ясно какими именно условиями он пренебрег но в итоге он был арестован однако вскоре выпущен под залог и возвращен к отцу домой и вот перед нами токахиро сироиси 26 лет у него нет работы и нет никакой возможности на нее устроиться вообще некая одержимость работы присущие японцам это их можно сказать национальная особенность они привыкли дорожить работой и ставить ее во главу угла в связи с чем когда японец теряет работу он можно сказать теряет смысл жизни сироиси впадает в затяжную сию и в июне 2017 года он даже как-то в личном разговоре отцу говорит о том что он не видит смысла жить дальше но буквально через два месяца все снова резко меняется токахиро говорит отцу что нашел любовь всей своей жизни срочно хочет съехаться с девушкой и жить отдельно отец сироиси окрыленный тем что его сыну стало наконец-то лучше выступает поручителем для аренды этой маленькой квартиры студии если бы он только знал что снова вдохнула жизнь парня а двигала токахиро сироиси желание помочь людям с дальными наклонностями избавиться от страданий но это то что он говорил сам себе а на деле им двигало желание воплотить свою давнюю фантазию конечно это понятно это просто как бы по сути такое оправдание для себя нашел одного насилия и убийства молодых женщин удобно используя при этом их уязвимое душевное состояние для исполнения жуткого плана который созрел в его голове сироиси завел пять аккаунтов в твиттере один из которых назывался собака хэнгин про в нем он представлялся неким консультантом который знает все о повешении и может поделиться этими знаниями с теми кто в них нуждается в других аккаунтах он использовал другую стратегию и представлялся разочаровавшимся человеком который ищет друзей чтобы разделить с ними невзгоды вообще во всех пяти аккаунтов была разная стратегия про первые два я уже чтобы вместе повеселиться рассказала еще два не знаю помню еще один аккаунт в котором он представлялся таким духовным лидером который помогает найтись душем в этом заблудшем мире пользуясь востребованностью информации такого рода так ахиро достаточно быстро на всех своих аккаунтах собрал какое-то количество подписчиков и когда он арендовывал квартиру он точно знал что не будет там жить с любовью всей своей жизни он знал что будет делать в ней то для чего понадобится хорошо проветриваемое помещение и большое количество морозильных камер первой жертвой сироиси стала мицуки миора который был 21 год она резко съехала от родителей не попрощалась а только лишь оставила записку что теперь будет жить одна а больше ее никто не видел сироиси познакомился с ней в твиттере они очень быстро нашли контакт сдружились на теме схожих проблем она служит интерес делилась с ним дальними мыслями и он предложил уйти из жизни вместе чтобы было не так страшно он здесь так страшно для просто вопрос после таких событий которые вроде как на всю японию до звучат и происходит после таких событий вот местные родители они как-то пересматривают свое отношение там где этим какому-то воспитанию к тому почему подобные происходят или все такие да он просто дал ёб он убил мицуки сразу после переезда в новую квартиру в августе 2017 ему понадобилось три дня чтобы расчет ее тело а потом он понял что это еще и удобно помимо убийства он еще и грабил своих жертв он забрал все что у них было на руках и получалось так что ему не нужно искать работу можно всего себя тупо бизнес основал свой понимаешь нашел такой чисто себя светить делу которая подарила ему цель в жизни следующем он убил друга мицуки который пришел ее искать все вы а он просто пришел искать не синака был единственным человеком которому девушка рассказала о своем намерении уйти из жизни в компании нового знакомого 20-летний парень был убит сразу же как только он спросил где его подруга в этот раз у токахира все пошло по накатанной и на расчленение ему понадобилось ой а чё такое а что ж такое что случилось то так 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 токахира стира и си ты же такой типа ебать правильный он там помогает людям так как он себе правда оправдание такое придумал что такое а чушь ты этого то убил вроде пришел не вешаться всего один день все га стал единственной жертвой убийцы из твиттера мужского пола в основном сироиси выбирал женщин от 15 до 26 лет дальними наклонностями как я уже говорила у него были несколько стратегии кому-то представлялся подростком и предлагал пойти на этот шаг вместе кому-то духовным лидером кому-то консультантом который может рассказать как и что сделать чтобы было не больно но это было единственное различие основном схема была одна и та же он встречался со своей потенциальной жертвой в людном месте на вокзале около ее дома провожал к себе домой предлагал некий напиток который представлял собой убийственную смесь из транспилизаторов алкоголя и снотворного затем он населил свою жертву и убивал после этого он расчлит ее тело ржавой пилой отделяя плоть от кости сбрасывал ее в мусорные пакеты предварительно наполнив их наполнителем для кошачьего туалета потому что он хорошо повышает запах но кости он оставлял у себя потому что очень боялся что его поймают с августа по октябрь 2017 года сироиси убил девять человек я специально посчитала между снятием квартиры и арестом прошло неполных два месяца значит а ведь это он по сути за полтора месяца получается что он убивал одного человека шесть дней ему нужно было меньше чем неделя чтобы войти в близкий контакт с жертвой договориться о встрече кошмар конечно кошмар что понимаешь он ему особо-то стараться не надо было чтобы это происходило вот то есть он такой тип они сами идут и они сами этого хотят то есть он просто нашел какой-то ну ты и вот инструмент общественный какой-то такой типа лайфхаком это называть не буду но что-то вот какой-то типа баг в этой системе до который работает не так что он ему нужно как-то что-то охотиться за кем-то еще что-то нет ему даже особо делать ничего не нужно он такой тип познакомился ему не нужно хитрить чего-то придумают как-то что-то крутится выкручиваться обманывать нет он такой типа просто находит людей которые просто просто соглашаются с ним поехать и сделать это убить и деловать избавиться от тела и выйти на поиски новой жертвы 9 и последней жертвой было двадцати трехлетняя аика тамура с которой я начала свой рассказ когда детективы пришли в квартиру которую снимался раисе убийца из твиттера долго не отпирался сразу указана ведь по факту по-любому ну вот ну не так по-любому я уж не буду прям говорить по-любому не обладая вот этими супер знаниями в эту область но тем не менее мне кажется что взять вот этих людей которые даже с даже согласились сами пришли к нему сами и прям вот если бы он их не вырубал не творил потом вот эти вот всякие садизм свой или поговорил бы например с ними либо поговорил либо как-то либо даже вот начал прям при них я не знаю там допустим вот сам да или их даже мне кажется они бы его остановили ну большинство по-любому там остановила бы его потому что просто в какой-то вот последний момент большинство понимала что нет это какая-то на один из нескольких холодильников в своей квартире в них детективы нашли 240 костей и 9 голов жертв убийцы из твиттера соседи ничего не знали они не слышали никаких странных звуков криков ничего единственная соседка сказала что она действительно находила странным тот факт что в доме никогда не переставала работать вентиляция она неустанно гудела двадцать четыре родного видимо таким образом так ахиро пытался избавиться от мерзкого запаха который царил в квартире так ахиро сироиси был незамедлительно арестован после предъявлением еще его наверно повесят там же вроде можно менее в 2018 молодой человек провел пять месяцев под наблюдением врачей проходя различные психологические тесты после экспертизы врачи пришли к выводу что сироиси полностью здоров а значит может предстать во время судебного процесса сторона обвинения заявила что единственно справедливым наказанием для сироиси будет смертная казнь ожидаем а сторона защиты сказала что сироиси виновен в убийстве с согласия жертвы ведь жертва сами знали на что шли и сага нет где а где это согласие как как они его могут подтвердить это согласие сети звучит как рабочая стратегии наверное она бы сработала если бы ни одно но когда-то к хиро дали слово он сказал что он не убивал согласие одну девушку он убил пока то спала другую убил после того как она сказала что хочет напоследок выйти в кафе а потом еще поиграть в игровые автоматы он также признался что на самом деле не хотел свести счеты с жизнью это был лишь удобный предлог при поиске жертв сироиси заявил что суд затянулся и он с радостью примет смертный приговор устал и вы знаете я впервые слышу чтобы убийца настолько не хотел быть оправдан но если вы думаете что такие показания он дал потому что раскаялся в содеянном да нет конечно просто ебанут то нет вы ошибаетесь на суде сироиси сказал семьям жертв я сожалею что убил некоторых жертв тех с кем я провел много времени перед их семьями я хотел бы извиниться что насчет остальных я не чувствую сожаления я жалею лишь о том что меня поймали если бы меня не арестовали я бы продолжил убивать а лучше бы молчал его во время судебного процесса также выяснились еще некоторые факты жертву которая назвала первые митсуки миора девушка которая ушла не попрощавшись семьей написала что будет жить отдельно за которой еще потом приходил ее друг которого тоже убили в общем она не была первой жертвой первой жертвой сироиси было сработница с которой он познакомился во времена когда работал рекрутером в ночные клубы девушка хотела учить собой и сироиси решил этим воспользоваться судья на куни дзяна который огласил вердикт назвал эти преступления коварными и жестокими и сказал что подсудимый несет полную ответственность за свои действия суд приговорил такахиро сироиси к смертной казни через повешение какая злая ирония учитывая что у него был ник в твиттере ну да такой чисто на приколе закончил более 400 человек появилось у здания суда чтобы услышать приговор своими ушами несмотря на то что в зале было всего шаг у них это происходит у них собираются люди посмотреть на это или это в как где где это происходит как это происходит на площади какой-то или у них есть специальные здания где это происходит какое-то супер закрытое помещение 10 мест и сам приговор вынесли в разгар пандемии отцы жертв которые давали интервью журналистам сказали что они бы предпочли пожизненное заключение нежели смертную казнь особенно учитывая тот факт что сироиси сам настаивал на таком заключении по факту получил именно то чего хотел но тут как бы непонятно то есть то что он сам хотел может он как-то может у него в его больной башке это работало так что он типа сейчас делает вид что хочет и каким-то образом его наоборот не повесит но типа знаешь какая-нибудь такая ну там же в голове овощи какая-то каша абсолютно поэтому хер пойми хотел вы хотел ли он искренне этого или нет родители девушек и парни говорили о том что на самом деле они разбиты горем и ничто не сможет унять их боль никакой приговор после вынесения приговора это к хироси раисе заявил что пока он ожидает своего приговора он планирует найти обычную девушку и жениться дать приведение приговоров 10 ты дурак просто придется годы потому что сейчас более сотни человек в японии сидят в камерах смертников а там очередь что ли на повешение них и на момент мая 2022 года токахиро сироиси еще нет них он ожидает своего приговора а а а почему там очередь складывается из-за чего интересно что там как бы как-то готовится нужно к этому событию или что почему бюрократически сложно в чем интересно вот почему очередь и там это есть вот такая вот история хотела бы спросить что вы вообще думаете хороший вопрос такой чисто хотел спросить ну а чё вы думаете деле когда я начинала готовиться к этому делу когда я вообще в принципе про него узнала меня немного смутил тот факт что все жертвы хотели сами уйти из жизни ну кроме сёга который просто пришел за подругой и в моей голове даже промелькнула такая мысль типа чем же это отличается от благородной эвтаназии но пусть вас этот момент не смущает сироиси был мерзким травмированным молодым человеком который манипулировал молодыми женщинами он делал это очень ловко он делает всю свою сознательную не все же люди которые как бы говорят даже об этом они же не у типа но не все же действительно этого хотят и действительно готовы это сделать это же вроде как какой-то общеизвестный факт что некоторые там для внимания допустим делать некоторые может быть наоборот знаешь познакомились с этим парнем и может быть даже в какой-то момент у них возникла какая-то симпатия и за счет этой симпатии у них возникла надежда про то что а зачем вообще вот чуть за мысли были вон вроде человека хорошего встретила и как будто бы с ним уже даже и появляется смысл в этом во всем да то есть это он абсолютно гнида конченые туда и я не знаю очередь закончилась 2024 год или он все еще очереди жизнь а потом еще и решил пользоваться уязвимым душевным состоянием своих жертв ради того чтобы притворить свои извращенные желания в жизнь если вас тоже интересует вопрос а что вообще twitter думает по этому поводу все-таки это социальная сеть была втянута в это дело и красной нитью через всего него проходила дирекция twitter отреагировал на twitter такой тут мы все мы заблокировали не вопрос больше ничего не напишут не важно что его уже схватили неважно ты старина про нее узнала вместе со всем мировым сообществом и ужесточила модерацию и цензуру относительно постов которые побуждают и но пропагандируются карм и очень хочется обратиться к тем кто несмотря на триггер warning и при этом обладая какими-то альными мыслями все-таки посмотрел это видео досмотрел до этого момента я хотела бы сказать вам что все обязательно будет лучше вам нужно с кем-то поговорить об этом даже на канале рассказывал вам и не просто на самом деле лучше с кем-то не просто тип просто с кем-то рандомно с кем-то лучше с профессионалом каким-нибудь с врачом конкретно потому что с кем-то можно поговорить но этот кто-то он он как бы может и не помочь и вообще ничего не сделать в дело когда убийцы использовали какие-то соцсети вообще технологии в свою пользу ребят но собственно вот мы и посмотрели первый раз react вышел на этом канале на марусе черничкину не знаю если интересно ну как бы то можно продолжить смотреть этот канал и этого автора если вдруг вам не особо это зашло я не знаю по каким-то причинам то пишите но будем смотреть другие true crime выпуски да и в принципе не только true crime у нас много чего выходит на этом канале ссылочка на оригинал внизу с тебя пальчик комментарий подпишись конечно же чтобы ничего не пропускать обязательно в telegram зайти и также ссылочка на бусте где выходит контент которого нет на ютубе это реакты на всякие анимешки как раз мультфильмы и сериалы в том числе все ссылочки внизу увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь муах муах муах